1 ноября в России В России вступает в силу закона о суверенном интернете, призванной сосредоточить управление российским интернетом в одном центре и обезопасить Рунет от иностранных угроз, то есть при возникновении политической необходимости фактически отрезать российский интернет от мирового. Надо иметь в виду, что теоретически это возможно и быть к этому готовым. Ну и вообще, чем больше суверенитета у нас в том числе в цифровой сфере, тем лучше. Не успел вступить в силу этот закон, как депутаты уже приготовили новый о блокировке отдельных пользователей интернет-мессенджеров и сервисов электронной почты. Группа сенаторов во главе с Андреем Клишесом внесла в Госдуму законопроект о новых правилах работы электронной почты. Если человека признают распространителем запрещенной информации, то сервис электронной почты будут обязаны его заблокировать. Один из авторов документа Людмила Бокова говорит, что о содержании писем пользователя власти будут узнавать из жалоб граждан. Все это происходит на фоне обсуждения двух громких уголовных дел, связанных с интернет-цензурой. Журналистке Светланы Прокопьевой, которой грозит до семи лет за якобы оправдание терроризма, и блогера Владислава Синицы, уже осужденного на пять лет заключения за возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц. Я Светлана Прокопьева. Я журналист, и меня могут посадить на семь лет за оправдание терроризма. Почти год назад в Архангельске прогремел взрыв. Взрыв неожиданно и ошеломляющий. 17-летний Михаил Жлобицкий подорвал себя на входе в Архангельское ФСБ. За несколько секунд до того он оставил предсмертную записку в Телеграме. Он написал, что идет на самоподрыв, потому что ФСБ оборзело, фабрикует дела и пытает людей. Этот взрыв в Архангельске стал темой моей очередной авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Действуя умышленно, я записала текст под заглавием «Репрессия для государства». 7 ноября программа вышла в эфир, а затем текстовая версия появилась на псковской ленте новостей. Прошел почти месяц, когда ПЛН и «Эхо Москвы» прилетели предупреждения от Роскомнадзора. Наш квази-цензор усмотрел в моем тексте признаки оправдания терроризма. В начале декабря были составлены административные протоколы, которые в мировом суде обошлись двум СМИ в 350 тысяч рублей. Одновременно Следственный комитет начал проверку по уголовной статье 205.2 в отношении меня лично. Отчетливо замаячила перспектива уголовного дела. Но мы смеялись и покручивали пальцем у виска. Да какое к черту оправдание терроризма? Роскомнадзор в своих предупреждениях не указал ни одной конкретной фразы или даже слова, где есть эти самые признаки. Да и не мог указать. Таких слов там нет. Как вскоре выяснилось, это неважно. 6 февраля я открыла дверь на звонок, и десяток вооруженных людей в касках оттеснили меня щитами к стене в дальней комнате. Так я узнала, что уголовное дело все-таки возбуждено. Есть такая фраза, которую я очень люблю, потому что она ничего не значит. Я могу повторять ее день и ночь. Нужно всем научиться действовать в рамках закона. В рамках закона. Только в рамках закона. Но самая главная обязанность это действую в рамках закона. Позиция может свободно выходить на демонстрации? Конечно. Но в рамках закона. Ранее российская пресса много писала о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ по инициативе Путина. И вообще о том, что за посты в интернете больше не будут сажать, а только штрафовать. До двух тысяч потенциально пересмотренных дел или как минимум запросов о пересмотре от ранее осужденных и наказанных. Впечатляющие цифры в статье ведомостей о вступлении в силу президентских поправок к статье 282 Уголовного кодекса. Частичная декриминализация. Для многих действительно реальный шанс избавиться от судимости за репосты экстремистского контента. А иногда и за другие противоправные действия. Если либералы выйдут на улицы в очередной раз, я буду пиздить их цепями. Но возникает вопрос, как это совмещается со случаями Прокопьевой и Синицы? На самом деле за слова сажали не только по 282 статье. Есть еще угроза убийствам. Всего около семи таких тяжелых статей. Декриминализировали из них не только одну 282. И то не все пункты. Те пункты, которые не декриминализировали, эти два кейса и представляют. Если сначала была волна легкого отката, какие-то дела были отменены, прекращены уголовные дела, то теперь мы наблюдаем, что в регионах новые дела возбуждаются уже по другим, близким статьям. Но тоже за слова. Мы видели, как Золотов одобрял дело Синицы и говорил, что правильно ему дали 3,5 года, даже предлагал добавить ему срок, который скостят Устинову. Большинство дел за слова, которые мы видим, за небольшим исключением, связаны с оппозиционерами в Москве. А в регионах они растут, как грибы после дождя, поскольку в каждом регионе есть отделы ФСБ, отделы МВД, и им нужно что-то делать. Им надо показывать свою работу. И все эти дела потихонечку вырастают снизу. И у общества защиты интернета, и у Роскомсвободы есть карты, на которые наносятся такие дела, аресты за слова, за твиты, за деятельность в интернете. Там эти дела распределены по регионам. Судебный департамент публикует статистику по таким статьям, в том числе по тем, которые применяются для осуждения за высказывания в интернете или за мемасики. И на этих картах нанесены те дела, о которых известно правозащитникам. Но статистика говорит, что таких дел возбуждено существенно больше. Очевидно, что когда ФСБ приходит и говорит, сознаетесь, получите свою двушечку, а не сознаетесь, получите 25, таких дел на местах возбуждается существенно больше. Но людей вынуждают молчать, потому что хуже будет. Но хуже уже не будет. И бац, 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 бац. В 2016 году по статистике Роскомсвободы было 184 таких дела. В 2017-м 216. В 2018-м 226. Кто эти люди, которые сели по этой статье или получили большие штрафы? Обычно это довольно случайные люди. Кроме Прокопьевой, конечно, где это прямо целенаправленная атака. И явно видно, что это деятель, который понимает, о чем говорит. И, наверное, даже специально вызывает огонь на себя. Но в регионах это абсолютно случайные люди. Следователю нужно получить галочку. Он закапывается в ФСБшную ВКонтакте, пытается найти что-то, и человек садится. Другие крупные дела, о которых мы слышали, это сети, новое величие, тоже крайне натянуты. Это абсолютно случайные люди. Не те, кто собирались выходить с оружием и начинать свергать власть. Это дети Арбата практически. Кружок, который обсуждает будущее устройства страны. Пусть они не исключают для себя возможность борьбы, но бороться они явно не хотят. Люди, которые говорят о будущем, которые не боятся говорить, которые выражают свои мысли. Вот те, кто выражает свои мысли, те и попадают под эти дела. Российские власти никогда не дают задний ход. Для того, чтобы Путин или кто-то, входящий непосредственно в структуры вертикали, дали задний ход, должно произойти что-то очень серьезное. По упомянутым делам однозначно ничего такого не произошло, поэтому их аккуратно используют. Тем более, что они ложатся в тренды, которые удобны для пропаганды и борьбы с инакомыслием, инспирированным Западом. Ситуацию вмешательства извне во внутренние дела России обсудили сегодня на внеочередном заседании Совета Госдумы. Все политические фракции парламента настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства. Для этого создали специальную комиссию. В нее вошли 12 человек, а возглавил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Мы знаем, кто потакал этому. Там было два с половиной десятка тех, кто является вашими коллегами, но они вели прямой репортаж. Меры должны быть жесткие, решительные в защиту прав человека. И все организации, некоммерческие, которые огромные деньги, сотни миллиардов тратят, чтобы здесь оболванивать наших людей, должны быть закрыты. Государство изыскивает разные варианты действий для того, чтобы осуществлять давление. Сейчас, как средство давления против штабов Навального, применяются финансовые статьи, где есть какая-то уголовка. Другой хороший пример, связанный с оппозицией, это применение частноправовых статей. Все эти кучи судебных процессов, связанные с потоптанными цветочками и особенно цинично с недополученной выгодой сыроваром-сиротой. Суд в Москве постановил взыскать с оппозиции почти 3,5 миллиона рублей. Это около 54 тысяч долларов. Государственное предприятие «Автомобильные дороги» изначально требовало компенсации в 11,5 миллионов рублей из-за протестной акции 27 июля. В компании считают, что участники митинга повредили газоны и клумбы. Ответчиками выступили 9 человек. Среди них Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов. Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь заявила, что экспертизу газона делала компания из Приморского края, которая, по словам оппозиционера, даже не выезжала в Москву. Конечно, это полная туфта. И юридически мы, конечно, будем все обязательно обжаловать. И этот риск я расценила как политическое давление на себя и на своих коллег за то, что мы отстаивали интересы москвичей во время этой избирательной кампании. Я буду бороться дальше за интересы и права москвичей. Никакими исками Собянин меня, конечно, не напугает. Предвыборная конкуренция должна проходить в рамках закона. Общественная дискуссия может вестись только в рамках закона, строго в рамках закона. Жестко в рамках закона. Исключительно в рамках закона. Ну, вроде как в рамках закона. И вроде все нормально. А что же меняет закон о суверенном или автономном интернете? В целом этот закон дает государству право контролировать техническую инфраструктуру. Интернет. Во всем мире, начиная с Соединенных Штатов Америки и России, до начала блокировок, до 2010 года, интернет развивался, управляемый невидимой рукой рынка. Если необходимо было что-то делать, если возникал спрос, на него отвечало предложение. Но теперь российское государство дало себе практически полное право контролировать инфраструктуру интернета. То, как взаимодействуют операторы, как они взаимодействуют с заграницей. Государство добавило себе право устанавливать специальное оборудование, которое должно защитить россиян от внешних угроз. Но фактически оно будет защищать их от нежелательной государству информации. Закон дает им такое право. Насколько они это право будут реализовывать, сказать сложно. После принятия закона стало очевидно, что им надо допринять еще около 30 подзаконных актов, связанных с этим делом. Часть этих актов уже принята, но они написаны также неконкретно. Да, у нас есть право что-то делать, что-то требовать, но мы пока еще это не написали. Потом придумаем. Часть этих актов в процессе разработки были отклонены, потому что были нарушены формальные бюрократические требования, предъявляемые к разработке акта. Обычные пользователи больше всего надеются на коррупцию, на то, что этот закон будет использован, чтобы украсть деньги на оборудовании защиты или на создании центра управления интернетом России. Но фактически ничего работать не будет. Интернет очень успешен и надежен, потому что там нет единого центра, откуда может прийти ошибка. Отсутствие центра управления интернетом и привело к такому удачному его развитию. Именно поэтому интернет сейчас полностью заменяет классические телефонные сети. Интернет этим победил, тем, что не было никакого государственного регулирования того, что взаимодействуют операторы, того, как ходит трафик. Интернет выиграл, потому что есть невидимая рука рынка. В России власти это, понятно, не устраивает. Они придумали суверенный интернет после многолетних попыток через Международный союз электросвязи как-то завладеть контролем. Что невозможно, потому что в Международном союзе электросвязи есть и нормальные организации. Что будет в худшем случае? Например, мало кто обращает на это внимание, но в рамках этого закона можно влиять на межоператорские отношения. Довольно просто и довольно очевидно, что может возникнуть. Будут разбивать механизмы свободного рынка, которые действуют сейчас в России. Монополизировать рынки. Передавать контроль движения трафика в сторону больших операторов. Сейчас в России действуют около 5000 независимых операторов. Операторов, участвующих в глобальной маршрутизации. 5000 в России, 6000 в Бразилии, 17000 в Соединенных Штатах Америки, в районе 3000 европейских операторов, 2500 в Украине и так далее. Лицензированных при этом по российским законам организаций около 8000, то есть существуют и спящие операторы. Понятно, что такая ситуация не может устраивать тех в государстве, кто любит тотальный контроль, кто любит командовать. Пятью тысячами командовать существенно сложнее, чем двумя, тремя, четырьмя. Или одним, как в Сирии. Если у тебя оператор один, это может приводить к существенным ошибкам. Ошиблись в конфигурации маршрутизатора в Сирии, интернет не работает. Дальше они ждут, пока привезут новый из соседней страны 3-4 дня. Поэтому россиянам пора готовиться к худшему. Хотя никто не запрещает надеяться на лучшее. В рамках закона. Ты должна научиться действовать в рамках закона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова